Роман, сегодня многие мои коллеги, почти все, наверное, уверены, что у вас не было в сборной какая-то большая проблема. Небольшая, но доктора говорят, что в игре я должен поправиться. Поправиться. То есть мы вас... Мы тоже так нанесем. А насколько для вас неожиданным было возвращение капитанского поездка? Ну, то, что неожиданно. Я о Сене Викторович его говорил после его назначения. Он сказал, что все так же остается, как бы. В прошлом году, к сожалению, вам пришлось пропустить из-за травмы чемпионат мира. Сильно, когда расходились, что на проектах газа? Ну, изначально, когда я только получил травму. И как бы по прогнозам говорил, что я попрощил туда. Но ближе к чемпионату, чем больше... Меньше времени я стал, тем больше я понимал, что я не поеду. Поэтому более спокойно. А часто ли вот такие вот случаи маяли на вашу карьеру? Ну, вот такие прям серьезные травмы было всего две. Я в 2011 году, если не ошибаюсь, пропустил 4 месяца за провождение задней поверхности. В том году практически весь год пропустил. В сборной вы работали со многими. Сейчас пятый, да, по-моему, на ваше футболистское веку. С кем было, может быть, интереснее всего ваша работа? На самом деле совсем неинтересная работа. Каждое было что-то, можно было подчеркнуть. Но просто с Диком я и работал в клубе. С Диком очень комфортно тоже было работать. И сборка. А кто из них самый большой маркетолог? В общем, в те времена. Ну, я думаю, филинг больше. Поэтому отличался. Часто вы вспоминаете тот матч, который вас удивил в бронзовых призерах Чемпионов? А какой это матч? С голландцами? Да, голландцами. Ну, люди напоминают. Иногда в средствах массовой информации. Про скайпи. Приятно вспомнить. Ну, также на разных этапах карьеры вы играли в разных клубах. Какой в этот период карьеры для вас, наверное, самый департамент учился? Зенит, естественно. Он там практически все выиграл. Все, что и какие трофеи имею, я любил Зенит. А вот ваш приход Спартак, на сколько он был просчитан? Он не был просчитан. Зенит закончился контракт. Спартак предложил перейти к нему. Зенит не предложил остаться. Поэтому пришел, конечно, Спартак. С удовольствием. Как-то вот я чувствовал, что вы говорили, что все ваши характеристики, мужчины, все другие болели. Я говорю, поэтому я пришел в Спартак с удовольствием. Потому что и папа болел на Спартаке, и тресно болел на Спартаке. Все практически друзья. Все болели здесь в Спартаке. Ну, вот вы тоже славитесь тем, что не лезешь, как говорится, на слову в карман. И можете даже жестко ответить не только болельщика, но и тренера. Иногда бывает, что жареете о своих словах. Ну, пока такого не было. Я же не просто так огульно говорю. Если что-то и говорю, то никогда просто так не говорю. А им просто какой-то... Их реплики или действия. Не совсем правильно. Не даже не с моей точки зрения, а просто. Ну, не так много моментов, какие-то. Я думаю, Мадим может быть за все, когда ему что-то ответить. Вообще, что можете сказать о своих болельщиках? И сколько они вообще по сравнению с иностранными, квалифицированы? И разбираются они вообще в футболе или все-таки революруют статусы? Я не знаю, как иностранные болельщики разбираются в футболе или нет. Конечно, они не играют. Наши вполне компетентны. И многие из них очень хорошо разбираются. Не обязательно же хорошо разбираются в футболе, чтобы болеть за какую-то команду. А какой из слухов о вас больше всего развеселил и, может быть, о зазыбках? Так насколько трудно сказать. Но и какие-то были. Но и так вспомнить тяжелые. В предыдущей часть сезона вы провели в футболе книга «Краснодар». Можете ли подтвердить или опровергнуть слова Фабио Капелло, что сегодня это самые современные на инфраструктуре книги «Краснодар»? Насколько я помню, я рассказал про Академию. Академия, безусловно, самая лучшая. И клуб в целом тоже очень хорошо развивается. И никакой инструкции перегротировок в России нет. Сейчас этот клуб уже бросает, да? Будет вообще полностью укомплистованная команда. А вообще здорово, что у «Спартака» есть собственные страны? Ну, великолепно. Болельщики ждали очень-очень долго, когда у команд появится в свой стадион. Благодаря Леониду Тарновичу, он появился. Как вам вообще вся сегодняшняя структура клуба? Как у вас взаимоотношения с персоналом складываются? Как с боевщиками? У нас все замечательно. У нас все замечательно. Единственное, хотелось бы глазу поближе к стадиону. То есть, что-то «Краснодар»? Что-то «Краснодар»? Болельщик он есть. А вообще, вот, вы себя считаете не сущим человеком по жизни? Я считаю, что да. А в чем это выражается? В тех командах, которых я играл, наверное, просто не играют. То есть, великолепные семьи, жена, дети. В этом, по-моему, все отлично, не произвело по жизни. То есть, супруга вас выбрала как футболиста или как человек? Супруга выбрала как человек, потому что на тот момент я нигде не играл, когда мы с ней познакомились. И она не знала, что я выбрал. В родном Дедовске вы уже шестой год, наверное, работаете в детских турнирах. Что вас подлигло? Ну, детский не шестой год. Детский, наверное, третий или четвертый. А так турнир, да, вот 5-6-6-6-6. Изначально предполагалось, что в соревнованиях будут ветеранов проводиться. Потом решили, что, наверное, хорошо подключить ребят молодых. Сначала собирали просто из районной команды. Но вот благодаря тому, что подключился правительство Московской области, университет спорта Московской области, мы и расширили состав участников. Не только спортивные. Мы брали спортивные клубы, которые могли приезжать, а сделали ставку на детские дамы. Для этих ребят, наверное, более праздник. Хотя для тех тоже, но сделали так. А вы следите за судьбой этих ребят, которые служат за чемпионами, родителями турнира на призывах Малышева? Ну, так, восток-поскоп. Трудно следить за ним, потому что у нас свои какие-то дела есть. Но когда что-то говорят, они... Я просто часто созвоню с помощником Романа Игоревича, что министр наших спорта Московской области. И они, ребят, что-то не говорят, кто как закончил четвертый клуб. Какие есть успехи спортивные. Ну, если низкий талант, вы замечаете, вы не понимаете? Ну, есть там. Ребята хорошие даже. Они не могут наследить. И некоторые ходят поправить. Такие базы есть у нас в Московской области по футболу. А вот в 34 года нужно уже думать о том, что будет после окончания карьеры? Или все-таки это еще рано? Можно и нужно, наверное, всегда думать. Просто, наверное, когда 34, это будет более детально, продумывание. Запасной аэродром как-то готовит? В большом счете, нет. Так. Ну, вот у нас делал канал. Как-то вы следите на обращении котировки? Думайте, о том, какой проект он будет положиться. Посредством вашего канала я свяжу. То есть мысли есть, да? Ну, если есть, конечно. Просто сейчас тяжело распыляться на два проекта. А что означает для вас вообще благотворительность? Ведь в России, в принципе, она дивиденды каких-то приносит, в отличие, скажем, на том, где человек может вложить деньги и потом получить какие-то ослабления. Ну, ну, ну. Мы к этому придем. Когда? Ну, сам должны люди, которые имеют, наверное, деньги, помогать тем, кто их мало имеет, кто их вообще не имеет. Плюс у нас благотворительность такая большая натуральная битва. Они-то не могут себя обеспечить. Тем более детским данным. Поэтому, когда есть возможность, мы с удовольствием помогаем. Можно ли существующую систему плату труда футболистов в России называть своей бивой? Как вы считаете? Кто-то скажет нет, кто-то скажет, да. А вот как вы кажется? Ну, может быть. Я считаю, что может быть. Чуть и завышен, но в пределах разума. Последняя тенденция поведет к тому, что снижение уровня зарплаты более приемлемо национально. То есть кредит сказывается и на российских футбольных клубах, и на вас? На всех маях сказывается, но только на футбольных клубах. А вот смотрите, наблюдаете ли вообще уровень российского футбольных клуба изменился с того момента, как запретить тезис и уменьшить число веганеров в клубах? Еще мало времени прошло совсем. Так что делать какие-то выводы рано. Но все-таки как вы считаете? Это решает? Я не думаю, что это не решает, но поможет, будем смотреть. Как сработались уже успели с новым главным тренером? Все отлично. Дмитрий Галевичев. Все отлично. Ну, уже срок получается. Три месяца вниз, поэтому контакт налажен, все нормально. По поводу вашей семьи, как она вообще переносит? Переезды из Амбулога, или все-таки она стоит здесь, а вот там? Мы жили, в принципе, 6-5 лет, никуда не бежим. Сейчас последние два года живем в Москве. А в Коснодаре? Ну, в Коснодаре пришлось им пожить здесь, потому что ее ехали в садик. То есть это был убитарительный ручка школьника, но не стали его никуда срывать с них. Оставались. Что можете сказать о настоящем чемпионате в Европе, в котором Россия? Надеюсь, как бы, как всегда, не ударим в грязь лицу. Последнюю Олимпиаду показал, что мы можем проводить масштабные мероприятия с партией на очень высоком уровне. Я думаю, это будет тоже самое. А по спортивной части сейчас трудно сказать. Конечно, все ждут максимального успешного выступления. Желательно, чтобы будет, конечно, какие-нибудь мега. Почему сборную суббукараде? После того, как вы, после него, вы знаете, не дали. Вроде бы вышли с первого места, да? Чемпионат мира. А потом... Вроде чемпионат мира с первого места. Трудно сказать, что происходит уже непосредственно в финальной стадии. Потому что, вроде бы, отбор правопоем успешно, а финал не вообще получается. Уже какое-то закрепощение в гипетет или в европейскими городами. Как у вас складывается отношение с высокими технологиями? Постой, постой. На что ремонт? Уже высокими технологиями? Всякие гаджицы. 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 С какими-то, да? С какими-то, нет. С телефонами. Грузия. Вы очень говорили, как активно присутствуют в любви в последнее время от того, слизили, да? Ну, связано с нашей семьей все-таки. Двое детей приятно. Они маленькие, много уделяют внимание. Жена, естественно, ей нужно для внимания. И если в Питере мы, например, в панировку ехать было 20 минут здесь, значительно больше. Поэтому нет. По поводу технологий. Есть такая компания, которая разработала программу для сборной фирмальной команды и 100 чемпионов не верю. Но я вот недавно общался с последовательной Котой, но они говорят, что сборная России и, к сожалению, меня заинтересовалось. Программа и вообще. А вы что-то может быть в старом премьерском штабе пришли новые лидеры, а можно не к другому подходу. Вот что-то вы слышали об этой программе? Нет, я не слышал. Значит, суть такая, что, в частности, они помогли и главный тренер, он очень продлина, когда он не делал, и он заинтересовался, и эта компания помогла вдвое с этим владением. в частности, у них четыре сетмена врача без жертвы. Ага. С этим тренером может быть в каком же по-другому случае, каждый сам подальше тренера и куда это будет. Вам, и эта программа поможет? Ну, там, там, там. Ну, она настолько хорошая, и наши тренеры не знают. Потому что новый, главный тренер очень позитивно относится ко всем, наверное, на начинание в этом выпуске. Все используют новые разработки на компании. Наверное, может быть, они и знают. Можно спросить. Цена, по-другому вопросу, на запрещение. Как это происходит? Как влияние людей происходит в составе компании России? У нас их не так много. Они приезжают, здороваются. Дальше все. По расписанию. Какой дедовщина? Нет, конечно, такая дедовщина. Уже ушли те времена. А кого вам уже давно не сдавать? С кого он сейчас откатает? Самедова. Я не знаю, что это не так. Я не знаю. Я не знаю. Про конфликт личности. Была такая знаменитая история, где Виктор Дусин, у Вас не очень, он не высказался. Высказаться вообще. Больно было? На тот момент неприятно. Мы уже давно с Михайловичем переговорили, но с отличной отношением. Никаких проблем. Вы с возрастом стали как-то мягче или чувствовали? В целом, да. Я думаю, любому человеку, когда про него говорят плохо, то неприятно. Ну, если он считает, что он справедлив, то конечно. Ну и последний вопрос. Что-то и о перспективах. Спартака и сборная? Спартака перспектива пока вырисовывается вполне хорошая. Потому что все-таки потихоньку возвращаем ту игру, которая позволяет возвращать болельщиков на трибуны. Я думаю, это самое главное. Чтобы болельщикам нравилось. И люди, которые играют на поле, тоже должны получать удовольствие от того, что они делают. Взаимосвязанность будет приносить более лучший результат, чем были. Ну и сборная мы рассчитываем. Естественно, только на то, что мы выиграем четыре матча и увидим напрямую сразу без скид на лево. Спасибо. Отлично. Вы не слышите? Нет, отлично. Все.